Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся сейчас к 26 главе книги Исхода. 26 глава продолжает, начатый в 25-й, рассказ об устройстве скинии. И рассказ этот весь сделан в повелительном наклонении. Стал быть, вот Бог повелевает Моисею, описывая ему, как именно он должен эту скинию сделать. И здесь описаны и материалы, шерсть определенного цвета, кожи определенного цвета, покрывала над шерстяными, этими самыми полотнищами скини, еще кожаные покрывала, медные кольца и тому подобные. Количество крючков золотых, они обязательно должны быть золотыми. Это не может быть какой-то там непочтенный металл и так далее. Вот все эти бесконечные детали, которые довольно трудно запомнить, даже читать их достаточно трудно, вот все это здесь перечисляется скиния на фоне общей примитивности пустынной жизни, должна была быть сооружением достаточно ярким, ярким, привлекающим внимание, я бы так сказал. Потому что она довольно большая, и здесь точно расписано, где, какого размера, какой длины, что должно быть, чтобы ни в коем случае у читателя не возникла мысль, что здесь какое-то участие принимали люди с их творчеством. Здесь все записано, так сказать, заранее, и по данным богам, лекалам все это делается. И вот это вот такое, по сравнению с простыми и пыльными, я бы сказал, шатрами, такое довольно броское сооружение, на котором вот сосредотачивается внимание любого человека, который рядом с ним оказывается в пустыне. И в конце этой самой 26-й главы здесь также говорится о внутренней структуре, о том, что в этой самой палатке, собственно, скине, такое сложное устройство, шатер, здесь несколько завес и несколько частей этой палатки, перед ней там пространство для Израиля, передняя часть – это, как потом мы увидим, будет местом для священников и местом жертвоприношения, и, наконец, самая внутренняя глубокая часть, которая получает название «Святое святых», святое святых место, где будет пребывать Ковчег Завета. И вот, соответственно, куда потом, как мы узнаем, никто, кроме первосвященников, не должен будет входить в это вот место, где над Ковчегом будет пребывать неким образом слава Господня. И все принадлежности культа, собственно, должны располагаться вне пределов святое святых. И столы для жертвоприношений, и, собственно, жертвенник, и кадильный жертвенник, и все, что так или иначе связано с израильским культом, все это за пределами святое святых, которые есть место непостижимого присутствия, знак непостижимого присутствия. Это такая важная очень, на самом деле, деталь, важная для того, чтобы понимать природу этого культа и понимать природу этого непостижимого присутствия Бога, который, вообще говоря, не вмещается ни во что. И никогда, и небеса под нож и ног его. Но, тем не менее, вот в этом крохотном помещении святое святых он каким-то образом есть.